Девушки отдыхают Девушки отдыхают Надеюсь, что все Я подозреваю, что кое-кто Да, да, ты Я про тебя говорю Не рад меня видеть Ну, спасибо, что рад видеть Я на самом деле Думал Вчера вечером Размышлял немного Когда с собакой гулял У меня очень хорошее время С собакой гуляю Там В школьном дворе Отпущу его, он бегает Там тихо, спокойно Можно Но никого не кусает Я пёс добрый Христианин Христианин Пёс-христианин Я про Псафи сегодня буду говорить Я подумал, что На самом деле Мы вот Говорим отсюда с кафедрой Говорим на камеру Нас слушают люди И Наверное, многие не знают Меня И Может быть, знают заочно Поэтому я Чему-то понял, что Я должен немного Сегодня начать Со свидетельства Тем более, что Даже те, которые Здесь В зале Сегодня находятся Некоторые вещи Из моего свидетельства Не слышали И сегодня И Это такие вещи Которые На самом деле Я Очень мало кому говорил Потому что Для меня Они Очень Такие Дорогие И Не могу объяснить Но Почему-то Вот Говорить об этом Не всегда И всем хочется Но сегодня Я решил рассказать Свои свидетельства И Начну с того, что Я на самом деле Когда вспоминаю Когда в своей жизни Я начал искать Бога Или Когда Бог Начал Прикасаться ко мне Или Когда я его начал ощущать Мне кажется Это было давно Еще даже в детстве Я вот вспоминаю Свою жизнь И Как бы Анализирую Я понимаю Что Бог Он всегда Уже задним числом Тогда Может быть Я не понимал Понимаю сейчас Что Бог Всегда был со мной И уже Уже в детстве Я видел На протяжении Лет Как Бог Он вел меня Его рука была со мной Но Многие вещи Я начал осознавать Потом Осознаю сейчас И только сейчас Я понимаю Что это была Рука Бога И Божье присутствие И я жил В обычной семье Родился в обычной семье Вот И ничего особенного Не было У моих родителей Обычные родители Обычная семья Вот И Характером Я был Ну Кому Кому Как На вкус И цвет Мне нравится Мой характер Только тебе Одна Как такие Да Как такие Моя игра Нравится Не важно Ну Не важно Какой у нас характер Все мы С любыми характерами Какой бы он у нас Не был Какой хороший Какой плохой Все мы все равно Нуждаемся в Боге И все равно Мы перед Богом Нуждаемся в том Чтобы Стать Его детьми Однажды Родиться свыше И Однажды Когда я уже был взрослый Относительно И Как бы Начал принимать Решения Сам в своей жизни Я начал принимать Плохие решения Которые В конце концов Разрушили мою жизнь До До Основания И Тот Кто Помнит Мое состояние Кто Видел мое состояние Подтвердят До чего я дошел Но И Все то Все то Что привело Меня к этому Это Жизнь Жизнь Безбожная жизнь И то Что я В своей жизни Не искал Бога И то Что меня Никто не научил Этому Ни общество Ни родители Ни школа Никто И Благодаря Своим решениям Однажды я Был осужден Попал в тюрьму Мне дали срок Я сидел За преступление Совершенное И К нам Влаги Приехал Проповедник Один Я уже не знаю Не помню Как его зовут Откуда он Помню только Что нам Объявили Что Там В актовом зале В такое то время Будет Придет пастырь Проповедник Он будет проповедовать Потом Может быть Раздаст Такую литературу И Все Ну я услышал Как бы Это И не собирался Идти Не было У меня особого Желания А потом Что-то так получилось Что Объездили Взял и пошел Просто пошел Сел на самый Последний ряд И Вот Все что я запомнил Из этой проповеди Этого человека Это Он говорил о том Что Перед Богом Нету Не существует Такого преступления Которое бы Он не смог Простить Не было бы Власти Бога Простить Это преступление И Как будто Я так понимаю Что он передавал Нам надежду Потому что Там Он проповедовал Преступникам И потом В конце Своей проповеди Он начал Раздавать Новые заветы Маленькие Такие Синие Книжечки И он сказал Сейчас я Буду раздавать Новые заветы Но у меня Их мало Ограниченное Количество Поэтому Достанется Не всем И Когда он Закончил Там Люди Устремились К нему Пошли За этими Новыми заветами И я опять Тоже Как-то Думал Чего я пойду Все равно Не хватит А потом Что-то взял И пошел Хотя я был На последнем ряду В самом конце Думал Ничего Наверное Не достанется Ну как-то Достанется Как-то Получилось Так Что У меня Оказался Новый завет Каким-то Образом Вот И Я его Взял себе Ушел Положил себе В тумбочку Там Особо Его не Открывал И потом Когда я уже Приехал Домой Я его Взял с собой Новый завет И Когда я Свободил В тюрьме Я начал Употреблять Наркотики Тяжелые Наркотики Употреблял Около Десяти лет Вот И Был Настолько Зависим От них Что Не представлял В себе Жизни Измененной Жизни И я даже Родителям Всегда говорил Что Тому Кто Изменит Мою жизнь Кто Мне поможет Выбраться Из этого Болота Я Наверное Памятник Своими руками Как Как мог бы Сделал И В конце концов Когда мне Когда у меня Было такое состояние Когда я сидел Дома Один И понимал Что Что Выходы В моей жизни Я не вижу Что Что мне делать Я не знал Я вспомнил Про этот Новый завет Я начал Начал его Читать Начал читать И Говорит Бог Но Почему Если Если Ты Есть Если Люди О тебе Говорят Я В принципе Не то Чтобы Если Люди О тебе Говорят Я Сам Верил В том Что Бог Есть Я Верил Несмотря На Свой Образ Жизни Я Не Сомневался В том Что Бог Есть Но Просто У меня Отношений С ним Не Был Я Проявлений Его Не Видел И Мне Нужны Были Эти Проявления Нужна Была Реальная Помощь От него И Однажды На меня Находило Такое Состояние Я Сижу Дома В комнате И На меня Обрушивается Какой-то Жуткий Страш Я Не знаю Был У вас Такой Нет Просто Мне Становится Жутко Я не знаю Как Кто Что Мне Доворил Я понимаю Что Бог Мне Доворил Бери Читай Я Правда Читал Псалмы И Меня Отпускал Отпускал Страх Это Может быть Странно Звуки Но Это Правда Я Потом Вспомнил Историю Где Эта История Саул Но Саул Тоже Находил Злой Дух И Написано Что Давид Ему Играл В это Время И Злой Дух Отступал От Саула И Вот Что Похожее Наверное Было У Меня Что Я Брал Вот Этот Брал Новый Завет Хитал Псалмы И Мне Это Помогало И Однажды Вот Живу Я Таким Образом Однажды Мне Снится Сон И Этот Сон Я Мало Кому Рассказывал И Я Помню Его Буду Помнить Всю Всю Свою Жизнь Потому Что То Что Я Пережил В этом Сне Это Я Вам При всем Своем Желании Не Смогу Пописать То Ощущение Которое Я Испытывал Я Оказываюсь В каком-то Месте И Меня Встречают Какое-то Количество Мужчин Примерно Десять Двенадцать Человек Одеты Они Были В Синей Такой У них Длинной Как бы Одежда Такая До Низа И Они Стоят На Меня Смотрят И Среди Них Среди Этой Толпы Выходит Человек С Ярко Небесным Взглядом Глаз У Него На Голове Был Такой Как бы Головной Убор И Наверху Был Золотой Крест И Вот Когда Я Смотрел В эти Глаза Этого Человека Я Опять Говорю Я Не Могу Описать Это Состояние Я Потом Понял Что Я Видел Христа Я Видел Сол Христа И Этот Человек Меня Берет Зовет К себе Мы С ним Садимся Он Достает Болку Хлеба Развал Пополам Дает Мне Половину И Начинает Ей Сам На Этом Сон Закончился И Вот Я Когда Проснулся Ощущение У меня Было Я Я Не Понимал Не Мог Объяснить Я Ничего Не Понимал На Следующий День Я Читаю Библию Просто Открываю Ветский Завет Это Там Исход Был Книга Исход Был Я Сейчас Открою Это Место И Читаю Ван Одно Место Так Двадцать Восьмая Глава Исход Это Четвертый Сек Здесь Описано Какая Одежда Должна Была Быть У Первосвященников Бог Заповедовал Людям И Сказал Как Должны Одеваться Первосвященники И Здесь Написано С Четвертого Стиха А вот Одежды Которые Должны Они Сделать Наперсник Ефот Верхняя Риза Хитон Стерной Кедар И Пояс Пусть И Сделал Священная Одежда Арону Брату твоему И сынам Его Чтобы он Был Священник Ко мне Пусть Они Возьмут Золото Долубой И Пурпурой И Червленой Шерсти И Вессона И Сделают Ефот Из Золота И Из Долубой Пурпурой Червленой Шерсти И И Скрученой Вессон И И Работ И Я Когда Это Читал Я Вспомнил Сон Я Вспомнил Что Эти люди Они Были Одеты В Эти же Цвета В Эти же Одежды Я Понял Что Я Встретился С Людьми Неземными Людьми Которые Приняли Меня И Потом Когда Я Читал И Уже Новый Завет И Увидел Что В Евангелии От Луки Там Ученики Узнали Иисуса По Преломлению Хлеба Когда Он Был Рядом С И Они Его Не Узнавали Но Когда Иисус Преломил Хлеб И Дал Им Написано Что Они Именно В Этот Момент Его Узнали Когда Когда Произошло Вот Это Преломление И Меня Это Конечно Очень Все Сильно Потрясло Очень Сильно Затронуло Но Проблемы Мои От Этого Не И И Не Решились И Я Я Просто Чему Это Говорю Мне Потом Уже В Будущем Стало Понятно Что Как Бог Меня Готовил К Определенному Моменту К Определенному Месту Где У Него Для Меня Был План Свой И Он Уже Знал Как Он Хочет Мне Помочь Потому Что Я Искал Бога В своей Жизни И И Ну Я Ничего Не Мог Сам Сделать Я Не Мог Сам Себе Его Открыть Если Он Сам Не Откроется И Поэтому Он Видя Намерение Моего Сердца Искренне Намерение Моего Сердца Я Вижу Что Как Он Отреагировал Я Вижу Его Руку В своей Жизни И Я Узнал Спустя Некоторое Время О Реперационном Центре В который Я поехал Центр Был Христианский Вот Он И Сейчас Есть Вот Спасибо Богу За этот Центр Спасибо Людям Которые Мне Помогли Спасибо Это Как Я Понимаю Что Это На тот Момент Это Была Его Помощь Для Меня И Приехав Туда Я Столкнулся С Проблемами С Проблемами Которые Были Внутри Меня Мне Нужно Было Слушать Советы Людей Слушать Их Направление Это Было Самое Сложное Для Меня Мне Трудно Было Переступить Через Своё Умение Через Свою Гордость И Начать Быть Тем Человеком Которого Можно Направлять Которым Можно Управлять Я Не Хотел Быть Управляемым Человеком И Я Боролся Боролся С людьми Боролся С собой Против Всех В конце Концов Кроме Усталости Ничего Не Приобретал И Я Начал Вспоминать Вот этот Цон Который У меня Был И я Понял Что Если Бог Контролирует Моя Жизнь Если Он Явил Мне Свою Сущность В том Что Он Есть В том Что Он Меня Видит И Моя Жизнь Перед Ним И Если Он Меня Привел В это Место Значит Он Контролирует Все И Допускает До Того Чтобы Люди Которым Я Приехал Они Были Надо Мной И Я Принимал Их Со Советы Их Учения И Все Что Они Мне Говорят Несмотря На То Что Согласен Я Не Согласен И Так Далее И Вот Ефесянам Написано По Моим Первый Или Так Нет Фессалликийцам Написано Что Непокорный Человек Непокорный Людям Он Непокорен Не Людям А Непокорен Богу И Я Когда Я Прочитал Этот Сих Я Понял Что Если Я Хочу Угодить Богу То Как Я Могу Угодить Богу Через Тех Людей Которых Он Поставил В тот Момент Для Меня И Через Это Смирение Через Это Смирение Я Получил Мир Внутри Получил Такой Мир От Бога Что Я Понял Что Все Что Мне Нужно В этой Жизни Это Сохранить Этот Мир И Не Потерять Потому Что Вместе С Этим Миром Который Пришел Ко Мне Мне Пришло Все Все Пришло И У меня Прекратился Поиск Прекратились Прекратилась Борьба Нужная Внутри Прекратились Какие-то Страдания У меня Очень Многие Вопросы Разрешились Встали Сами На свои Места И Я Уже Начал Искать Бога По-другому Уже Стал Более Мягким Послушным Хотя Приходилось Еще Все равно Бороться Вот И До сих Ко Борьба Она Наверное Никогда Не кончится Но Я Уже Увидел Что Что Бог Начинает Мне Давать Свои Как Назвать Свои Дары Подарки Свои В которых Я Нуждался И Однажды Было Собрание На котором Во время Молитвы Я просто Закрыл Глаза И Меня Перед Глазами Пролетела Моя Жизнь Вот В виде Таких Кадров Вспышки Как Вот Если Знаете Кинопленка Была У меня Из кадров Таких Состояла И Как Будто Бог Мне Вот Так Прогнал Перед Моими Глазами И Вот Эти Моменты В жизни Где Я Совершал Преступления Какие Где Я Причинял Страдания Людям Он Мне Показал Он Мне Показал То Что Он Мне Простил И Когда Одновременно Он Мне Показал Вот Мою Жизнь И Показал То Что Он Меня Не Вменяет В Вину В этот Момент Я Не Мог Сдержать Слезы Не Мог Спокойно На это Реагировать Я Почувствовал Настоящее Божье Прощение Настоящее Какое Оно Есть Меня Уже Совсем Ничего Не Мучило Совсем Я Уже Понимал Что Бог Меня Освободил От Всего Я Чувствовал Внутри Себя Я Уже Для Меня Наркотик Это Мусор Просто Мусор И Однажды Была Ситуация Где Я Жил В Помнице Один Парнем Ему Привезы Посылку От Мама И У Него В Куртке В Осенней Куртке В Рукаве Оказался Пакет С Героином Не Знаю Столько Какое Количество И Он Мне Говорит А Когда Он Еще Ходил В Эти Куртке Когда Жил На Улице Он Был Наркоман Он Оставил И Забил Пролил А тут Случайно Он Выпал И Мы Вместе С Ним Пошли Взяли В Закладку Лех И Высыпали Унитаз Я В тот Момент Понял Что Для Меня Ничего Внутри Не Ёкнуло Вообще Ни Кабли Жалости Ни Вот Потому Что Это То Ради Чего Я Жил Это То Что Было Для Много Ценным И Тут Я Получил Такое Подтверждение Что Я Свободен Просто Что Для Меня Это Наркотик Это Как Просто Кусок Пепла Какого Сожженного Не Представляет Никакой Ценности И Все И Я Начал Жить По Другому Начал Жить Уже Перед Богом И Благодарностью И Прославляя Его И Ничего Мне уже Не стало Интересно Из того Что Было Интересно Ценности Поменялись Полностью То Что Я Раньше Считал За Приоритеты Для Меня Потом Стало Мусором То Что Я Считал За Какие Недостойные Вещи Да Там Даже Работа Просто Элементарная Работа Но Я Полюбил Работу Я Стал Работать Физически Поэтому В моей Жизни Произошло Чудо И Вот Это Такое Свидетельство Для вас Чтобы Познакомились Самые Те Кто Не Знает Вот И Для Того Чтобы Чуть Чуть Поразмышлять Я Открою От Луки 17 16 Главу В прошлый раз Мы И Закончили У 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 Правильно Неправильно Никто Не Приобрел Ну Ладно А Может Приобрел Просто Ты Еще Не Знаешь Об Этому Здесь Притча О Богачей Лазаре Почему То Меня Вот Эти Дни К Этой Притчи Мысли Не Отпускает От Нее Я Вроде Хочу О Чем Другом Подумать Что Другое Почитать Но Почему То Я В Этой Притче Всегда Как Будто Что То Важное Бог Не Хотел Сказать Здесь И Здесь На самом Деле Написано Что Это Притча Но Я Понимаю Что Это Реальная История Потому Что Здесь Написано Имя Человека Лазарь Это Его Имя И Здесь Написан Реальный Диалог Который Произошел Сейчас Будем Читать Некоторый Человек Был Богат Одевался В Порфиру И Вес Сон И Каждый День Пиршество Блистательно Был 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 Также Некоторый Нищий Именем Лазарь Который Лежал У Ворот Его В Струпьях И Желал Напитаться Крошками Падающими Со Стола Богача И Псы Приходя Лизали Струпья Его Умер Нищий Отнесен Был Ангел Минолон Аврам Умер Богач И Похоронил Его И Вадик Будучи Внуках Он Поднял Глаза Свои Увидел Вдали Аврама И Лазаря На Лоне Его И Возобив Сказал Отче Аврам Милосердись Надо Мною И Пошли Лазаря Чтобы Омочил Конец Перста Своего В В В В В В воде И Прохладил Язык Мой И Боя Мучаюсь В Пламени Сем Но Аврам Сказал Чадо Вспомни Что Ты Получил Уже Добре Твою Жизнь Твоей А Лазарь Злое Ныне Живот Здесь Утешается А Ты Страдаешь И Сверх Всего Того Между Нами И Вами Утверждена Великая Пропасть Так Что Хотящие Перейти Отсюда К вам Не Могут Так И Оттуда К Нам Не Переходят Тогда Сказал Он Так Прошу Тебя Отче Пошли Его В Дом Отца Моего И Был Меня Опять Братья Пусть Он Засвидетельствует Им Чтобы И Они Не Пришли В Место Мучения Абрам Сказал Ему У Них Есть Моисей Пророки Пусть Слушает Их Он Сказал Нет Отче Абрам Но Если Кто Мертвых Придет К Ним Покарится Тогда Он Сказал Ему Если Моисей Пророков Не Слушает То Если Кто Из Мертвых Воскрес Не Поверят Вот И Здесь Такая История Страшная Да Или Нет Или Не Страшная Про Ад Написано На Сам Деле Про Ад В Библии Написано Очень Мало И Это Для Меня Самая Такая Ёмкая История Где И Здесь Описываются Два Человека Что Некоторый Человек Был Богатый И Одевался В Порфир И В В Сон Порфир И В Сон Я Смотрел Это Одежды Господ В те времена Господ И Первосвященников И Он Написано Что Каждый День Пиршество В Мил Был Пир Каждый День Дома И Был Нищий К Который Лазарь Который Лежал У Его Ворот В Болячках В Струпьях Написанных И Он Хотел Напитаться Крошками Кладывающими Со Стола Богача Просто Хотел Но Даже Этих Крошек У Него Не Было И На Этом Как Был Их Образ Жизни Здесь Не Описывается Больше Просто Написано Что Один Жил В Своё Удовольствие Пиршество А Второй Был Нищий Жил Окол Его Ворот И Они Умерли И После Как Они Умерли Написано Что Нищий Был Отнесен Англами Налона Аврамова А Лазарь О Лазарь А Богач Был Похоронен И Оказался В Аду И У Меня Вопрос Возник Здесь А Что Сделал Плохого Вот Этот Богатый Человек За Что Он Попал В Ад И Что Сделал Хорошего Лазарь В том Что Он Попал На Лунную Авраму Ничего Не Описано Об Их Действиях О Как Они Жили О Что Они Делали За Что Один Получил Одно А Другой Получил Другое И Я Начал Думать И Хотел Понять В чем Заключался Грех Который Могменил Бог За Который Богач Все Таки Оказался В этом Страшном Месте И Это Такое Место Где Нет Надежды Где Сам Богач Он Представляете Он Даже Не Имел Возможности Обратиться К Богу Весь Его Диалог Происходил С Аврамом Он Разговаривал С Аврамом И Говорил А кто Такой Аврам Аврам Это Человек Который Жил Когда На Земле И Потом Как Герой Веры Он Оказался В том Месте Который Бог Приготовил И Ад Это То Место Где Человек Где Душа Человека Уже Нет Надежды Даже У Бога Что Попросить Это Настолько Проклятое Место Что Ты Не Можешь Молиться Богу Искать Бога Просить Бога И Нет Никаких Шансов Все Что Мог Себе Позволить Богач Это Просто Просить У Авраама У Человека Какой То Какой То Помощи Какого То Небольшого Облегчения И В чем В чем Заключается Преступление Так Скажем Вот Этого Богача А Вот Все Очень Просто Это Это Человеческое Безразличие Человеческое Равнодушие На На То Что Окружает Его Мир Его Жизнь И Неважно Здесь Описано Что Это Был Богатый Человек Что Он Одевался Так Круто И Пиршенствовал Каждый День Но Это Как Одна Как Крайность Крайность Это Как Верх Такого Безразличия Что Показано Что Богатый Которому Ничего Не Стоило Накормить Этого Нищего Ничего Не Стоило Дать Ему Там Который Мог себе Позволить Такую Одежду Которую Одевались Только Господа И Первосвященники Который Каждый День Пировал Ему Ничего Не Стоило Обратить Внимание На Этого Человека И Дать Ему Хлеб Дать Ему Пропитание Но В этом Равнодушии Может Жить Не Обязательно Тот Кто Так Одевается И Тот Кто Настолько Богат В этом Безразличии Может Оказаться Любой Человек Просто Здесь Описан Богач Как Верх Верх Цинизма Такого И Даже Собаки Написано Даже Псы Лизали Приходили Болячки У Этого Нищего То Есть Насколько Для меня Здесь Сравнение Что Даже Вот Этот Образ Человеческий Был Потерян У Этого Богача Что Даже Собаки Животные Были Ну Я Не Скажу Милосерднее Наверное Так Нельзя Сказать Но Просто Здесь Сравнение Что Они Даже Были Добрее К Человеку И Приносили Пользу Больше Чем Чем Тот Который Со Слов Бога Является Венцом Творцом Творения Человек Является Венец Творения Божьего Да Но Вот Этот Венец Творения Который Призван Был Для Того Чтобы Любить Брежнева Для Того Чтобы Уметь Сострадать Он Оказался В ситуации Ниже Чем Собака Чем Псы Потому Что Даже Псы И То Они Облегчали Жизни Этому Нищему И Дальше Написано Что Вот В аду Будучи Внуках Этот Богач Он Поднял Глаза Свои И Увидел Вдалей Авраама И Лазаря На Лоне Его И Возапив Сказал От Аврааме Умилосердясь Надо Мною И Пошли Лазарь Чтобы Мочил Конец Перстас В Возе И Прохладил Язык Мор И Боя Мучаюсь Пламени Сем И Представляете Что Он Даже Просит Какую Глупость Он Просит Там Вот Если Ты Находишься В Пламени Написано Что Пламени Находится В Ужасном Как Как Тебе Поможет Вот Этот Смоченный Если Я Сейчас Возьму Воду Палец А Мочу Как И Чем Тебе Эта Водичка Она Поможет Если Ты В таком Пламени Находишься Ничем Не Поможет И Он Просит Чтобы Ему Хотя Б Это Облег С С С С С И Я Когда Это Читаю Я Я Вспоминаю Про Эти Крошки Которые Они Поменялись Сейчас Ситуациями Богач С Лазарем Лазарь Хотел Мечтал Крошками Напитаться Когда Тот Пировал И Не Получал А Теперь Этот Крошки Тоже Воды Капли Воды Хочет Для Себя Получить И Не Может И Он Говорит Что Я Мучаюсь В Пламени Сем Но Абрам Сказал Чадр Вспомни Что Ты Получил Добрую Твою Жизнь Твоей А Лазарь Злой Ныне Он Здесь Учешается А Ты Срадаешь И Что Что Здесь Получил Злого Вот Этот Нищий Я Не Знаю Может Быть Его Зло Закончалось В том Что Однажды Он Тоже Был Богат Я Могу Об Этому Просто Размышлять А Потом Когда Обнищал И Но Когда Он Обнищал Вот Этот Лазарь Почему Он Оказался На Лоне Авраама Я Здесь Вспоминаю Предыдущую Притчу О О Том Что Нужно Приобретать Друзей Себе Для Того Чтобы Они Потом Приняли Тебя Вечной Обители И По Этой Истории Я Вижу Что Нищий Он Приобрел Авраама Как Друга Для Себя Который Принял Его Потом Вечной Обители Ведь Здесь Он Был Налон Иисуса Христа Или В Присутствии Бога Написано Что Налон Авраама Что Авраам Это Человек Это Тот Кто О Примест Я Прочитаю Чему Учит Нас Новый Завет 19 Глава 28 Стих Написано И Слушай Сказал Об Истинно Доволю Вам Что Вы Последующие За мной В погибритие Когда Сядет Сын Человеческий На престоле Славы Своей Сядете И Вы На Двенадцати Престолах Судить Двенадцать Колин Израиля То Здесь Он Говорит Ученикам Людям Что Люди Будут Когда Будет Суд Что Люди Будут Сидеть Рядом С Христом И Тоже Участвовать В этом Суде То Есть Их Мнение Будет Учитываться Их Мнение Человета Мнение Апостола Будет Учитываться При Вынесении Суда Они Не Будут Там Сидеть Просто Для Формальности Что У нас Показывает Демократию На Вроде Как Это Есть Демократия Нет Это Не Показуха Это Говорит О Том Что Люди Что Бог Людям Дал Власть Судить И Первая Коринфиана Откроем Первая Коринфиана Шестая Глава Второй Стих Написано Разве Не Знаете Что Святые Будут Судить Мир Если Живами Будет Судим Мир Не 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 Достоин Судить Маловажные Дела Здесь Написано Что Святые Будут Судить Мир Кто Святые Люди Это Люди Говорится Здесь Павел Говорит Коринфианам Что Вы Будете Судить Мир Тем Более Здесь Какие-то На земле Маловажные Дела И Матфея Опять же В 18 Главе Там Петра Написано Что Очень Важный Стих Там Иисус Говорит Сейчас Прочитаем 18 Глава 18 Стих Истинно Говорю Вам Что Вы Связываете На земле То Будет Связано На небе И Что Разрешите На земле То Будет Разрешено На небе То Бог Своим Апостолам Своим Помазанникам Он Дает Власть Наравне Может быть Не наравне Не знаю Но Факт То Что Дает Власть Быть Судьями Принимать Решения Принимать Те Решения Которые С Которыми Он Будет Заглатен С Которыми Он Будет Считаться И Вот Это Вот Все Мне Говорит О том Что Еще раз Возвращать К тому Что Приобретай Друзей Почему Потому Что Ты не знаешь Может быть Приобретай Сегодня Друга Приобретешь Тебе Потом Того Кто Тебя Спасет Того Кто Потом За Которого Ты получишь Награду Потому Что Иисус Говорит Что Тот Кто Хотя Б Сакан Воды Даст Во Имя Мое Напиться Человеку Он Говорит Что Не Потеряет Свои Награды Чувствовать Сакан Воды Он Ничего Не Стоит Это Практически Бесплатно Но Это Любовь Может Сделать И Здесь Говорится О том Что Что Безразличие Оно Будет Осуждено А Твое Стремление Все Таки Во Имя Иисуса Христа Во Имя Бога Сделать Добро Кому Помочь Кому То Оно Тебе Оно Оно Это Действие Ждет Своей Награды Ты Обязательно Занял Получи Награду Поэтому Каким Образом Вот этот Нищий Приобрел Себе Друзья Абрама Я думаю Что Наверное Он Жил В Смирении Перед Богом Что Несмотря На То Что Его Сосед Так Пиршествовал Блистательно А Он На Его Фоне Страдал Он Имел Веру И Смирение Перед Богом Что Если Бог Допустил В Его Жизни Что Чтобы Он Так Жил Чтобы Он Вот Его Сосед Пиршествовал А Он Страдал За Это Он И Получил В Награду То Что Сам Отец Веры Принял Его Потом И Это То Смирение О Котором Я Доворил В своем свидетельстве Что Я Тоже Получил Такое Понимание Внутри Себя Такое Смирение Что Перед Богом Что Если Я Говорю Что Бог Если Эта Ситуация Тобой Допускается Значит И Ты Это Все Контролируешь И Ты Для Меня Плохого Не Желаешь Значит Я Должен Жить В Этой Ситуации И Верить Что Эта Ситуация От Себя И Принимать Ее Такой Как Она Есть И Видимо Что Лазарев Принял Эту Тот Считал Это Как Должное Своего Жизни Своя Роскошь Своё Богатство И Не Считал Нужным Обратить Внимание На Того Которого Была Нужда И Проходил Мимо Него Потому Что Написано Он Лежал Укол Ворот Тот же Ворот Это Что Это Ты Входишь Выходишь Он Не Мог Не Заметить Этого Человека Нуждающего Но Ему Было Этот Нищий Который Валяется У Его Ворот Однажды Может Стать Тем Кто Его Потом Примет В Вечной Обители Ведь Он Потом К Абраму Обращается Он Просит Чтобы Абрам Послал Вот Этого Лазаря Мочить Ему Язык Своим Персон И Когда Он Жил Этот Богат Он Не Подозревал Что Тот На Кого Внимание Не Обратишь Тот Кого Лежут Ноги Собаки Может Оказаться Тем Кто Может Принять Его Потом Вечной Обители И Это Очень Большая Ошибка Оказалась Ему Вот Таким Вот Страшным Концом Дальше Читаем То Что Говорит Аврам Этому Богачу И Сверх Всего Того Между Нами И Вами Утверждена Великая Пропасть Так Что Хотящие Перейти Отсюда К вам Не Могут Так Жи Оттуда К нам Не Переходят То есть Даже Если бы Хотел Этот Лазар Или Абрам Помочь Тому Кто Мучается В В Вей Пламен Нет Такой Возможности Нет Возможности Не Туда Перейти Не Оттуда Потому Что Великая Пропасть Которая Разделяет Эти Два Места И не дает возможности даже тем, кто хотел бы что-то изменить, уже нет возможности изменить. И в этом для меня является самая страшная ситуация, что сейчас можно все изменить. Сейчас мы живем во времени, в ситуации, где мы слышим, где мы принимаем решения, где мы делаем выводы и где мы можем повлиять на свое будущее и на свою жизнь. А это место, где уже никто не может повлиять, не только ты, а даже сам Авраам уже не может ничего сделать. Просто мы даже если хотели бы мы, но не можем уже. Сейчас каждый получает то, что он заработал, то, что он сеял, то он пожинает. И там уже будет место не для того, чтобы сеять, там уже будет место только для того, чтобы пожинать. Дальше написано, вот этот богач говорит, тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. И представляете, человек находится в аду, страдает, и он помнит, что у него там есть семья. И он понимает, что сейчас, что так как они живут, они идут туда же, где находится он. И он понимает, что нужно сделать что-то для того, чтобы их спасти, для того, чтобы предотвратить вот этот момент осуждения, предотвратить вот это попадание в это страшное место. И он говорит, ну ладно, раз ты мне помочь не можешь ничем, ты хотя бы тогда пойди, помоги моим родственникам. И начинает как будто бы переживать и заботиться об этом. Но Абрам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. И вот здесь интересно, что ответ Абрама для меня, он говорит, что кто у них есть. Он говорит, у них есть Бог, у них есть Господь. Он говорит, он о людях говорит, Моисей и пророки у них есть. То есть, опять здесь акцент на людях идет, что принимая Бога, ты не можешь переступить через людей. Если ты хочешь принять Бога, то ты должен принять тех, кого Он послал. Эта ступенька, ее нельзя перескочить. Иисус сказал, что принимающий вас принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. Это та формула, которую Он установил, как закон, который человек нарушить не может. И здесь Он говорит, что кто такой Моисей и пророки? Это те, кто просто проповедует. Это те, кто люди, которые несут Божье Слово. И Он ему говорит, что у них есть выход, у них есть. Им ничего не нужно особенное. Не нужно придумать какой-то свой велосипед изобретать, посылать им там. И тем более, что Он просит, глупость. Представляете, Лазарь умер, уже все знают, его похоронили. И сейчас надо воскресить Лазаря, чтобы этот труп оживший пришел и начал свидетельствовать его родственникам. А почему живых-то нельзя послушать? Авраам говорит, зачем вот эта вот схема нужна, безумие такое? Пусть верят в живые, пусть верят в Моисею и пророкам, пусть верят в Слово. Те, которые им говорят, они же им не верят. Тогда как-то смысл им посылать сейчас вот этого воскресшего Лазаря. Если уж они им не верят, тогда и даже воскресшему Лазарю. То есть, если человек не верит, безразличный, да, ко всему, то Иисус сказал, что им не будет знамений, неверующим людям. Что знамения ищут лукавый род и прелюбодейный. И Он говорит, что им знамения не дадутся. Почему? Потому что для них это как шоу. Для них, им это не поможет верить. Для веры не нужны знамения. Знамения по вере даются. Потом уже, но для того, чтобы верить, нужно просто слышание. Все. И это написано, что для веры нужно слышание, Слово. И Слово им дано. Если они на Слово не верят, Слово игнорируют, то знамения их веры не спасет. И поэтому Он говорит, что если не верят в Моисею и пророкам, то какая разница? Иисус тоже воскрес. Иисус тоже воскрес, так этот лазер. Но люди не верят, не верили. Я недавно ехал с одним своим родственником в машине. И у него там болезнь, онкология очень серьезная. Он как будто бы чуть-чуть приглушил ее. Сейчас лечится, терапию пьет. И он говорит, что вот мне сын помог, за меня поборолся, врачей пробил, лекарства какие-то дорогие. А тот бы сейчас, говорит, уже летал бы, ну прах мой там везде. Я говорю, а почему прах-то? Я, говорит, ему заповедовал, чтобы меня сожгли. Я говорю, а зачем? Я не хочу гнись, говорит. Я думаю, ты уже будешь в том состоянии, где ты не будешь чувствовать, гниешься или не гниешься. А он верит в какого-то, я уже даже слово забыл, короче, в какого-то, в какое-то божество, которое вот по его преданию надо вот же сжигать. Лучше же это, чтобы после смерти сжигали. Я ему начал пытаться что-то свидетельствовать или проповедовать. И все, что бы я ему не сказал, у него есть свое объяснение. И в том, что я самовнушение, и сила воли, и еще куча разных оправданий, аргументов. Но все, кроме того, что Иисус живой. И когда я ему сказал, что я видел Иисуса Христа, он вообще взбесился. Но я не обманул, я во сне видел его, видел, это правда. Вот, поэтому я могу об этом говорить. И я вижу, что он увидел свой масел кипеть, я перестал с ним об этом говорить. Мы потом просто приехали и все. Поэтому Иисус тоже воскрес и явился потом многим ученикам. И до сих пор является и лично, и через людей. Но люди все равно не верят, все равно не хотят. Почему не верят? Потому что не хотят. Неверие, что такое неверие? Неверие это не что-то, как чистое лукавство. Потому что для веры доказательства не нужны. Для веры нужна просто вера и все. Поэтому, если ты не веришь, то ты не можешь доказать свое неверие. То есть, если начать размышлять с двух позиций. С позиции веры, с позиции неверия. И в каждую чашку класть какие-то гирички в виде доказательств. Так вот, в пользу неверия ни одного аргумента и доказательства ты не положишь. Потому что все, на чем основана неверие, это просто на том, что ты не хочешь верить. Вот и все. А если ты будешь начинать доказывать свою веру, то будут появляться в твоей жизни аргументы и свидетельства, и доказательства того, что вера, она сама себя будет доказывать. Бог, он даст подтверждение и доказательство того, что вера, она обоснованная. Что ты не веришь в безумие, в какую-то пустоту, в что-то несуществующее. А неверие, оно его доказать нельзя. Нельзя доказать, что Бога нет. А доказать, что Бог есть, можно. Поэтому неверие, это просто нежелание верить, а не что-то обоснованное и убежденное, доказанное. Просто человеку невыгодно верить. Он взвесил для себя, все за и против, он взвесил для себя, чего будет ему стоить вера, если он будет верить, какие лишения это на его жизнь, на его плоть наложит. И понимает, что вера наложит на него определенные ограничения, которые он и хочет в жизни своей нести. То есть это заставит жить по вере, заставит его отказаться от каких-то плоских утерпий. И тогда он говорит, нет, я лучше просто скажу, что я не верю. Как страус со страха воткнул голову в песок и скажу, что я никого не вижу, поэтому меня нет. Но если страус никого не видит, это же не значит, что его нет. Он есть, правильно? Поэтому если лев будет или другой хищник на него нападать, страус своим втыканием головы в песок себя не спасет. Поэтому неверие, это похоже на это. И поэтому он ему говорит, что если не верю в Слову, то неважно, даже если придет воскресший Лазарь, и ему тоже не поверят. Тогда Абрам сказал ему, если мы с ним правов не слушаем, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. И здесь вот подводя итог всему этому, я опять же хочу напомнить, и я сам почему-то из этих размышлений долгое время не ухожу. Потому что нужно думать о том, что Бог говорит, приобретать в себе именно друзей. Приобретать, потому что это то, что Бог нам оставил, отношения между собой. Это то, через что Он будет судить нас, а давать нам оценку, да, то, чего мы будем стоить. Это то, как мы будем относиться друг к другу. Не то, как мы молимся, не то, как мы говорим или читаем Библию, или еще что-то. Это отношения между друг другом. И вот в истории, в предыдущем облудном сыне, я вот думал, что возможно, что они когда в детстве были, может быть у них и хорошие были отношения между этими братьями. Может быть они дружили, и они принимали друг друга такими, какие они были на тот момент. Потому что дети, они часто ссорятся, но и очень быстро мирятся. А уже перейдя во взрослые отношения, у одного из братьев взяло вверх над ним вот эта вот нелюбовь. Взяло вверх такие качества, как любовь к власти, не знаю, что еще. Нежелание делиться с моим братом привилегиями какими-то и перенослорить все в конфликт. Поэтому вот приобретайте, приобретайте друзей. Не знаете, кто примет вас в вечной обители. Может быть лежит вот у ваших дверей какой-то нищий, о котором даже мысли не придет, что вот он, тот, которому ты может быть когда-то можешь, он может оказаться или твоим, тем, кто тебя примет, или тем, кто тебе уже помочь ничем не сможет. Поэтому на этом я хотел закончить. Вот. Все, спасибо. Пусть вас Бог благословит. Спасибо.